Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Добрый вечер. В воскресенье 13 ноября Париж станет городом живых огней. В окнах тысяч домов загорятся свечи в памяти трагедии, охватившие столицу Франции год назад. В первых годах интерактов, в которых погибли 130 по официальным данным и ранены 413 человек, решено не устраивать массовых церемоний, а все мероприятия будут проходить под знаком сдержанности и осмысления. Политическое руководство страны подчеркивает, что за прошедший после теракта в год спецслужбам удалось предотвратить не один подобный же теракт. О жизни и политике в эпоху террора мы сегодня поговорим с нашим гостем, политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования и стратегического развития. Добрый вечер, Григорий Павлович. Добрый вечер. Мы же и год назад, по-моему, тоже с вами встречались на следующий день. Как по-вашему, почему именно Париж был избран для вот этой кровавой, я бы сказал, даже мясорубки? Да, слишком часто нам такие трагедии, к сожалению, приходится обсуждать, а тем более вспоминать. И я думаю, что вспоминать их нам приходится только потому, чтобы понять, почему это случилось, произошло, и, может быть, помочь какими-то рекомендациями, сделать какие-то выводы, чтобы этого не было в дальнейшем, или, по крайней мере, не в таком объеме следующие трагедии происходили. Это действительно был крупнейший теракт, он сразу в целом ряде мест произошел. Это и целая сеть кафе, ресторанов, и практически в районе стадиона, стадо де Франс, и в районе зала концертного и так далее. И причем, что самое интересное, вот этот теракт, который ровно год назад произошел, или, скажем, серия терактов, произошел только потому, что выводы из предыдущего крупнейшего резонансного теракта, тоже серии терактов, ни одного теракта, и тоже во Франции, и тоже в Париже не были сделаны. Я напомню, что в том же 2015 году у нас просто все эти сюжеты уже перепутались в голове, ну, по крайней мере, у многих слушателей, зрителей. В январе, в начале января, 7 января, тоже во Франции расстреляли редакцию журнала «Шарли Эбдо». И, видимо, руководством Франции, ну, в первую очередь, конечно, президенты, мы здесь должны иметь в виду, а не просто спецслужбы, потому что они ему подчиняются, видимо, выводы, соответствующие, сделаны, не были. Поэтому, в кавычках, еще раз решено было вот этими террористическими силами научить, или, точнее, наказать Францию и ее руководство прежде всего. И именно из этого факта трагического, того, что случилось год назад, мы должны также сделать еще один далеко идущий вывод, что это далеко не последние теракты. И, причем, они идут по нарастающей, к большому сожалению. Такого числа жертв, как ровно год назад, не было еще во Франции. Но вспоминают примерно по напору террористическому, близкий где-то к этому теракт. Это то, что произошло, по-моему, в 2004 году в Испании. Я думаю, что причины, в общем-то, лежат на поверхности. Да, причины на поверхности лежат, почему это случилось. Общепринятое мнение, что президент Франции, Франсуа Аланта, достаточно слабый руководитель, лидер. И, наверное, по этой причине, в том числе, не только из-за этого, была выбрана Франция как объект террористических атак, был выбран Париж. И именно по этой причине они могут произойти и в будущем. В ближайшем будущем, в том числе. Это в любой момент может произойти. Объявлено было чрезвычайное положение впервые, вот год назад во Франции. До этого вот в таком статусе не проходили эти мероприятия, розыскные, поисковые и так далее. Но, тем не менее, можно объявлять чрезвычайное положение, можно не объявлять. Все это, может быть, действует на какую-то часть французского общества, на нацию в целом. Но на предотвращение терактов, дальнейших атак, потенциальных, возможных, на мой взгляд, это не влияет никак. Сами службы, правоохранительные органы, спецслужбы, в общем-то, не поменялись во Франции. Все осталось на своих местах. И те, кто организует подобного рода теракты, они очень внимательно, конечно, отслеживают эту ситуацию. И ищут слабые места, вот буквально сегодня, сейчас. И дальше это будет происходить в том же время. Да, но не буду забывать, и в самой Франции же еще был теракт, тут в Ницце этот водитель сумасшедший трейлер, это 70 человек задавил. Да, тоже Франция, тоже Франция. Ну, я еще раз повторю, просто я думаю, что это прежде всего из-за слабости власти. Конечно, в других местах тоже это происходило, ну, допустим, там какие-то были всплески в Германии. Это был демонстративный вызов прямо. Да, но не в таком объеме. У нас на связи наш Сапкор в Париже, Семен Мирский. Добрый вечер, Семен. Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте. Вот вы каким вспоминаете вот тот день годичной давности, когда узнали вы вообще, верили своим ушам вам слово? Вспоминаю, вспоминаю регулярно. Просто напомню, что пятница, которая выпадает на 13 число, по распространенному во Франции суеверию считается несчастливым днем. Не рекомендуется в пятницу 13 заключать брак и другие веселые мероприятия. И это произошло действительно в пятницу 13 ноября 2015 года. О результатах терактов вы, Владимир и Григорий Трофимчук, уже на меня рассказали. Так что мне остается только сделать такое вот замечание. Трофимчук считает, что теракты произошли, потому что, во-первых, Франсуа Олонд слабый президент, слабый руководитель, с чем я полностью согласен. И что, мол, органы охраны общественного порядка, спецслужбы и так далее не сделали должных выводов. Это, на мой взгляд, весьма спорное заявление. Выводы были сделаны, и во Франции есть очень дееспособная разведка, внутренние службы, служба внешней разведки и так далее и тому подобное. Произошло это именно во Франции, потому что здесь существуют объективные условия. Очень многобиллионное мусульманское население, выходцы из арабских стран Северной Африки и других ближневосточных стран. И есть очень большой, как бы сказать, очень плодородная питательная среда для жигадистов, число которых весьма невелико. Но мы знаем из, по примерам, многочистых революций, спонтанных революционных, анархистских движений и так далее, что очень твердое и уверенное в своих целях меньшинство может навязать свою волю большинству и сделать все, что им заблагорассудится. Так что я, в отличие от Трофимчука, считаю, что здесь мы имеем место не столько со слабостью политического руководства, сколько с объективными условиями, которые делают возможными акты такого масштаба именно во Франции. И в сравнении, скажем, с другими странами Западной Европы, в сравнении с той же Германией, там, хотя теракты и тоже имеют место, и происходят довольно часто и регулярно, они не приобретают того размаха и того масштаба, как во Франции. Еще один момент. Когда я говорю о питательной среде, очень благоприятной для террора, то следует, наверное, напомнить, что именно из Франции в Сирию и в Северный Ирак, где действует ИГИЛ, исламское государство Ирака и Леванта, здесь это называется ДАЭШ, а именно число добровольцев, которые едут убивать и быть убитыми в Сирии и Ираке, наиболее велико из всех стран Западной Европы. Так что я вижу корни этого трагического и жуткого происшествия, этой мясорубки или бойни, как вы сказали, Владимир, именно в наличии здесь очень больших общин мусульманского населения, среди которых действует это готовое на все, включая и массовое убийство, меньшинство. Спасибо, вы согласны, Григорий Павлович, что во Франции именно такая специфика, которую обрисовал наш корреспондент Симон Мирский? Ну, похоже, аналогичная специфика в целом ряде стран Евросоюза, ну и в Российской Федерации тоже очень много различных общин, диаспора, но ситуация, тем не менее, с терактами везде разная. Именно поэтому мы ставим вопрос перед собой о том, а почему же это именно во Франции происходит с такой регулярностью и чистотой. Почему я делаю вывод об относительной слабости, ну или, скажем так, точнее, недостаточной подготовленности специальных служб в Франции? Я не зря в самом начале сказал, что в 2015 году два страшных случая произошло в январе и, соответственно, в ноябре. А мы помним, какая реакция была не только французского общества, но и мирового сообщества на расстрел редакции Шарли Эбдо. Именно тогда, именно после этих терактов, лидеры, ну или, скажем, представители элиты политической целого ряда стран, ну практически всех цивилизованных стран мира, шли по улице, державшись за руки. Тогда было много слов сказано на тему, что мы этого не допустим, мы против террора, мы не позволим наше общество вгонять в какие-то проверки бесконечные и так далее. И, соответственно, потом произошла вот эта ситуация, которую мы обсуждаем. Еще один момент очень важный. Мне кажется, что здесь определенные символы играют роль. Вот чтобы так сходу вспомнить, как называется французская главная спецслужба, ну, наверное, мало кто вспомнит, кроме специалистов. Мы сразу вспоминаем, если речь идет о Британии, это МИ-5. Даже по Украине СБУ, но это фактически бренд уже. То есть есть ряд стран, где, как считается, то есть общественное мнение, мировые наблюдатели считают, что там достаточно серьезно работают специальные службы. Но, видимо, сами эти страны поработали над этим брендом. Может быть, и сами службы иногда не такие сильные, ну, например, как в Украине. По сравнению, например, с Великобританией, очевидно, она слабее. Но, тем не менее, в информационном поле, видимо, руководство той или иной страны поработало так хорошо, что это просто запало в миллионы голов. А вот во Франции такого нет практически. Поэтому я думаю, что им не просто надо работать над укреплением, ну, то есть техническим, фактическим укреплением правоохранительных органов, а еще поработать и в информационной сфере. Потому что любая террористическая группа, она, наверное, эту информацию тоже принимает к сведению. То есть стоит ли пробивать лбом вот эту железную дверь, а может быть, зайти в какую-то другую. Да, я хочу напомнить, что и Россия же в том году, к сожалению, свой печальный, внесла вклад в, так сказать, в хронику террора первого, ну, в ночь, там, 27 февраля, был убит Марис Ефимович Немецов. То есть индивидуальный террор политический в том же году и был у нас на родине. Да, и как раз эта ситуация связывалась напрямую с Шарли Эбдо. То есть до сих пор непонятно, что же там произошло. Ну, то есть вот весь этот год, 2015, от начала и до конца прошел под знаком террора. Давайте дадим слово Юрию Рубинскому. Это наш коллега, франковед, политолог, руководитель Центра Французских исследований, института Европы. Юрий Ильич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот в чем вы видите специфику Франции, о которой сейчас наши гости спорят? Почему она стала ареной большого террора? Вам слово. Ну, безусловно, здесь уже сказано. Да, два, две причины, вроде бы, лежащие на полиции. Это недостаток и организации, эффективность, правоохранительность, правоохранительность и так далее. И слабость политического руководства. Я думаю, что это недостаточное объяснение. Мне кажется, что главное... Тут упоминалась мусульманская диаспора, как ту отсреда, с которой рекрутируются террористы. Это, безусловно, так. Франция самая многочисленная мусульманская диаспора в Евросоюзе. Но и характерно, что она рекрутируется из бывших владений Франции в Северной Африке. Но дело-то в том, что какова бы ни была тяжесть ответственности политического руководства или спецслужб, главное тут не совсем это. Я бы сказал, что Франция стала излюбленной мишенью международного терроризма. Ну, по ряду, в общем, своих особенностей. Это было в глазах джихадистов, то есть экстремистского крыла, так сказать, мусульманского терроризма, мусульманского фундаментализма, так скажем. Тот факт, что Франция по ее системе ценностей республиканских, по ее отношению, так сказать, к месту религии в обществе, женщине и так далее, она действительно выглядит как олицетворение того зла, которого бросает вызов в халифат, так сказать, даешь, исламское государство. Это одно. И второе, все террористы, о которых речь идет, вот в этих террорах страшных, они же родились во Франции. Они учились во французских школах. Это второе, это третье поколение тех, кто составляет мусульманскую диаспору. Они потеряли, так сказать, что ли, ценностное измерение родины своих предков в Северной Африке, там, на Ближнем Востоке. Но они не приобрели, что ли, ощущение того, что они являются французскими гражданами, по-настоящему. Не юридически, в полицейском отношении, так сказать, гражданскими, а в отношении, так сказать, моральном и, если хотите, конечно, социальном. Вот этот момент отторжения той реальной действительности, в которой диаспоре приходится жить, это, конечно, сыграло очень важную роль. И тем более, что те принципы, которые внушаются родившимся там и получающим гражданство по праву почвы молодым арабам, мусульманам, вот этот контраст толкает их, делает их, так скажем, легкой мишенью проповедников террора. Спасибо, Юрий Ильич. Григорий Павлович, какие вам запомнились такие, может быть, несоответствия, может быть, темные пятна в официальной версии произошедшего? Да, есть очень интересный момент в том, что касается теракта в концертном зале Батаклан. есть информация, ну, то есть эшелоны информации о том, что там не просто какие-то стандартные шаблонные теракты были проведены именно вот в этой точке, а что там были организованы пытки именно для устрашения общества. Ну, буквально говорится о том, что там отрезали головы, выкалывали глаза, пытали людей, есть соответствующие записи, как эти люди кричат, ну, даже указано, где это конкретно происходило, на втором этаже вот этого концертного зала. Но, что интересно, в официальной версии вот этот момент как-то не раскрыт, более того, он вообще не показан. Ну, может быть, власти специально не желают нагнетать ситуацию в этом плане, потому что именно с этой целью, с целью запугивания все эти акции были проведены. Тем не менее, если нет официальной информации, а такие факты известны общественности, французской, конечно, в первую очередь, то это может гораздо больше накалить ситуацию внутри самого общества, и когда-то это в какой-то форме все равно проявится. Ну, с другой стороны, можно сказать, что те, кто организовывал эти пытки вот в этом концертном зале Батаклан, они вот из-за того, что они не получили какую-то трибуну информационную, всемирную, соответствующую именно по поводу этих пыток, они, может быть, в следующий раз вот так открыто их организовывать не будут, а подготовят какую-то соответствующую почву для этого, чтобы эта информация разошлась как можно шире. Тут, кстати, еще один момент очень важен. Говорилось о том, и мы, в принципе, знаем, есть официальная информация на этот счет правоохранительных органов Франции, что большинство вот этих террористов, они действительно жили во Франции и даже родились там во Франции, нелогичность некая здесь появляется, возникает, какой смысл им взрывать ту страну, те города, где они живут непосредственно, какой смысл, где логика вообще вот этого процесса. Я думаю, что здесь не все так просто, ну, надо бы, конечно, связывать это все с процессами, которые на Ближнем Востоке, в Северной Африке происходят, но тем не менее возникает вопрос, а что вот эти выходцы, беженцы с этого региона, с арабских стран, они Европу захватить хотят? Какая цель у них конечная, по большому счету? Поэтому, если они так действительно плотно осели во Франции, наверное, логичнее было бы им подрывать не французские города, чтобы там, во Франции, все спецслужбы не стали работать лучше, а подрывать какие-то города в других странах. Евросоюз, в принципе, достаточно маленький, поэтому я здесь не вижу какой-то особой логики, здесь надо думать над причинами происходящего. Давайте Семену Мирскому дадим слово. Семен, вот что вас насторажило в официальной версии произошедшего? Какие-то, может быть, нестыковки или несоответствие очевидных фактов? Вам слово. я скажу так, о пытках с отрезанием голов и выкалыванием глаз, я думаю, что эту информацию нельзя считать безусловно верной, и она могла распространяться какими-то кругами, которым это выгодно. И здесь этот вопрос или эта проблема возвращает нас к вопросу, который задавал Григорий Трофимчук, зачем кому-то нужно взрывать собственную страну. В этих действиях есть, цитируя Гамлета, в этом безумии есть своя логика. Логика сугубо политическая. Попытка восстановить все немусульманское население Франции против всего мусульманского населения Франции. То есть, включая те, скажем, пять или шесть, я не знаю точно, точные цифры неизвестны, восстановить немусульманскую Францию против миллионов мусульман, подавляющее большинство которых знать не хотят ни о терроре, ни о убийствах, ни об исламском государстве. Такое восстановление одной части общества против другой части общества и имеет задачи создать непреодолимую пропасть между двумя частями французского населения и на почве противостояния и категорического неприятия другой стороны и ее ценностей, а пытаться развязать гражданскую войну с тем, чтобы попытаться установить на территории Франции, а позднее на территории всей Западной, а возможно и Северной Европы тот самый исламский халифат. Я недавно как раз для Радио Свобода делал обзор книги мужа молодой женщины, которую убили в Батаклане и название этой книги содержит в себе целую программу «Вы не дождетесь моей ненависти». Именно потому, что молодой вдовец, оставшийся на руках с сыном, которому в момент убийства его матери было 17 месяцев, провел очень точный и очень верный анализ целей джихадистов, убивших его жену, а вместе с ней еще 129 других ни в чем не повинных граждан Франции, он понимает, что путь к достижению их целей пролегает через сталкивание лбами вот тех двух самых групп населения, о которых я говорил. В этом есть своя логика и в этом есть свои политические последствия. Как мы знаем, через примерно 7 месяцев во Франции состоятся президентские выборы и уже сейчас опросы общественного мнения показывают, что самой благочисленной политической партией Франции является крайне правый национальный фронт во главе Марин Лепен, которая, если опять же верить прогнозам, выйдет во второй тур президентских выборов во Франции. Вот в этом можно видеть несомненный извращенный успех тех самых джихадистов, которые год тому назад сделали то, о чем мы с вами сегодня говорим. Да, Григорий Павлович, ответьте. Да, не знаю, есть ли смысл, конечно, джихадистам или каким-то ведущим террористическим организациям мира приводить таким образом к власти праворадикальные партии во Франции непосредственно. Версия о том, что за счет таких терактов кто-то пытается противопоставить одну часть общества другой, причем разные части общества, исповедующие разные ценности, придерживающиеся разных религий, но тем не менее здесь тоже особой логики не прослеживается. Не восстанавливаются эти части друг против друга. Две серии, опять же, возвращаемся к январю и ноябрю прошлого года, две серии таких страшных терактов во Франции произошли, и тем не менее, да, об этом, конечно, говорилось, какие-то партии пытались на этом какие-то преференции для себя заработать, но общество не возбуждается по большому счету. Несколько дней об этом, конечно, все говорят, французы, и не только французы, Евросоюз, и весь цивилизованный мир в том числе, но потом ничего не происходит. Не восстанавливаются части друг против друга. Поэтому, я думаю, тут цели другие, бесконечно взрывать Францию смысла нет. Уже ясно, что раз даже после таких страшных серийных терактов этого не произошло, то если даже, грубо говоря, половину Франции взорвать, то все равно оставшаяся часть населения не восстановится внутри себя. Поэтому здесь, я думаю, что все-таки основная цель, она в другом. Сделать французов, ну, как это было уже во французской истории, может быть, более воинственными. Французы должны воевать в той ситуации, которая сегодня развивается в мире. Немцы должны воевать. Весь Евросоюз должен быть более воинственной организацией. вот сейчас новый президент в Соединенных Штатах Америки, Избор, один из тезисов, он прямо об этом сказал, что Европа, фактически, ну, те страны, которые как партнеры работают с США, они вообще должны пересмотреть свое поведение в рамках каких-то совместных военно-политических программ. Поэтому я думаю, я не хочу сказать о том, что там Америка замешана в этом и так далее, но просто цель может состоять в том, чтобы, ну, все-таки страны, члены Евросоюза понимали, в каком мире они живут сегодня. Спасибо, Юрий Ильичу Рубинскому. Вопрос. Так ли уж велики успехи французских спецслужб, что они приписали себе вот то, что за год не произошло ни одного схожего теракта? Вам слово. То есть, когда за год не произошло? Ну, в этом году уже был страшный теракт. Именно, по-моему, даже пострашнее, но так и сопоставить, конечно. Понимаете, тут все-таки я не соглашусь совсем, что было сказано, однако стремление действительно вызвать раскол и противостояние внутри французского общества, это действительно факт. Более того, для джихадистов, для террористов, главная, между прочим, мишень, в сущности, это не французы и европейцы, это свои собственные мусульмане, те, которые, как они считают, являются предателями, предателями ислама и, собственно говоря, ведь если мы возьмем вообще число жертв терроризма, не только на Ближнем Востоке, все очевидно, каждый день гибнет больше раз в 10, чем погибло за всеми этими теракторами по Франции. Значит, не в этом дело. Для того, чтобы починить себе, собственно говоря, мусульманскую диаспору в Европе, а прежде всего создать, ну что ли, основу для своего господства на Ближнем Востоке, джихадисты именно это и преследуют цель. Причем, тут интересное явление, что эта молодежь, которая стала террористами, смертниками причем, они поначалу были обычной французской молодежью, то есть они пили, курили, вели образ жизни совершенно не исламистских. А потом, вот, в тюрьмы обычно они попадали по мелким уголовным статьям в тюрьмы, там их обрабатывали уже проповедники, приехавшие из соответствующих стран, и вот на это сейчас французы обращают очень серьезное внимание. Но я только скажу насчет Евросоюза, призывали к тому, что он был более боевой организацией, там, и эффективной. Ну, насчет того, что Трамп призывает к этому, я бы сказал, что там по-другому. Он говорит, чтобы Европа платила за себя, за свою безопасность. Но тот факт, что эти теракты во Франции чудовищные после прошлого года и нынешнего были результатом в значительной степени хаоса и абсолютно, так сказать, ну что ли, неполной эффективности согласования, координации антитеррористической борьбы в Берусселе, это факт. Прежде всего, значительная часть этих участников теракта во Франции имела в качестве безопасной базы пригород Брюсселя, Бельгии, Моленбек. Это тоже типичное совершенно гетто такое, значит, арабо-мусульманское. И тот факт, что бельгийские органы безопасности, так сказать, все это смотрели сквозь пальцы, это потому, что Бельгия федеративная страна, в которой отдельные провинции, так сказать, никак не согласуют между собой общую линию поведения, а уж тем более в масштабах Евросоюза и даже в соседней Франции. Из этого, конечно, напрашивается определенная вывода. Да, Григорий Павлович, как вы считаете, вот, эта специфика, она делает Францию потенциальным и тоже очагом новой террористической угрозы. Да, по сути, уже так и есть. Здесь действительно вспомнили еще другие теракты, то есть... Не в Париже, уже там в Ницце, да. все эти сюжеты продолжаются, поэтому действительно можно сделать и такой вывод, что через Францию именно за счет ее слабости в первую очередь пытаются создать вот эту атмосферу нужную, чтобы Евросоюз, Европа, прежде всего, конечно, не Евросоюз, а Европа, как континент, пропиталась вот этой атмосферой и в рамках уже в этой атмосфере атмосферы политической, информационной, социальной, уже какие-то более серьезные политические, геополитические проекты можно было бы проводить. Может быть, это является в том числе определенной целью. Здесь я бы вспомнил еще, вот часто говорят о том, что как бы арабский мир собирается вернуться, ну, может быть, не только там в Испанию, где они традиционно исторически проживали, арабы, а вообще на юг Европы по большому счету. Я думаю, что эти процессы вполне могут происходить, потому что все всегда меняется постоянно. Мы помним, там и варвары перемещались и так далее. Это всегда происходило. Ну, не знаю, как раньше выглядела ситуация с терактами, но думаю, что-то похожее было и в начале развития человеческой цивилизации. Ну, по крайней мере, когда мир начинал делиться, то есть там границы определенные появились и так далее после Римской империи. Можно сделать определенный вывод, что ситуация все равно будет меняться в будущем. Что вот эти теракты это сигнал, определенный маркер, который показывает, что перемены неизбежны. Может быть, это еще не самое страшное, к большому сожалению, вот то, что мы видим сейчас во Франции. Карта по-любому будет меняться, расселение людей, и мы должны к этому готовиться. В том числе, имея в виду, конечно, что будет по-другому выглядеть, я думаю, уже в обозримом будущем, постсоветское пространство. Да, спасибо, Андрей Те Семену Мирскому дадим слово. Семен, а вот как вы связываете, может, рост этих ксенофобских настроений в французском обществе и большую квоту на мигрантов, которая досталась Франции от Евросоюза? Большая квота мигрантов, о которых вы говорите, Владимир, досталась не столько от Евросоюза, сколько от колониального прошлого Франции. Ведь вы знаете, что, скажем, если взять три страны исламского Магриба, Северная Африка, то есть Алжир, Тунис и Марокко, то во всех странах во время колониального владения Франции французский язык был вторым официальным языком и основным языком администрации. И образованная часть общества в названных странах по сей день иногда прекрасно, иногда лучше самих французов владеет языком Вольтера и Мольера. Так что объясняет многочисленные двусторонние связи, скажем, браки. Молодой человек мусульманского происхождения, живущий во Франции, решивший взять себе жену, просто или приезжает, или выписывает ее из того же Алжира, Туниса и Марокко. Так что здесь речь идет не о том, что какие-то другие страны Евросоюза сливают во Франции то, что они считают чрезмерным числом находящихся на их территории мигрантов. Здесь есть исторические связи, исторические перспективы, что, кстати, чревато не только опасностями, но и довольно благоприятным развитием событий в перспективе какого-то будущего. Во Франции существуют очень мощные интеграционные процессы, когда люди из мусульманских семей получают высшее образование, которое во Франции, как мы знаем, к счастью, бесплатно, включая самые престижные университеты и интегрируются. И мне очень важно пощепнуть то, что я сказал уже ни разу, не два в ходе этой передачи, что речь идет о совершенно, так сказать, фанатизированном меньшинстве. Фанатизированном, но все же меньшинстве. А здесь еще говоря о терактах и о тех, кто напрочь отвергает всякую связь с Францией, не лишним может быть будет напомнить, что теракт в Ницце на променаде на Приморском бульваре города Ницце, когда безумный джихадист за рулем 40-тонного грузовика задавил 86 человек и ранил более 300. Этот теракт имел место 14 июля, то есть в день национального праздника Франции, в день Бастилии. Выбор даты, конечно же, не случайен. Вот вы пришли, масса, тысячи людей, пришли на променаду, на Приморский бульвар Ницце полюбоваться фейерверками необычайной красоты, вот мы вам покажем, что такое день Бастилии, что такое национальный день Франции. Мы напомним, что мы джихад. Так что здесь, понимаете, искать причину происходящего только в слабости президента Оланда и в слабости французских органов безопасности мне чуточку напоминает, вы знаете, известный анекдот про человека, который ищет ключ под фонарем. Его спрашивают, почему именно здесь? А может быть, ты его потерял в другом месте? На что он отвечает, вы знаете, это то место, где светло. Слабость Франсуа Оланда факт очевидный, но я думаю, что здесь есть гораздо более глубинные и гораздо более интересные причины, о которых стоит глубоко задуматься. Ницца этого года 2016 это прямое подтверждение того, о чем я уже сказал. Не сделаны выводы из Шарли и Бдо, а до Шарли и Бдо, до расстрела редакции, тоже были теракты во Франции, но не сделаны выводы из января 2015 года, из более страшной серии терактов ноября 2015 года, и появилась Ницца. Ну, то есть, это прямой ответ на вопрос, а что же делали в это время правоохранительные органы. Еще очень интересный тезис социального свойства прозвучал, его обязательно надо прокомментировать, о том, что принимая ислам в том или ином виде, люди, французы, молодые, бросают пить, бросают курить, соответственно, у них там много детей появляется и так далее. То есть, возникает вопрос, пить, и курить, это, наверное, хорошо, это какая-то предохранительная мера, раз там этого делать уже нельзя, то, может быть, пусть люди тогда пьют, курят, наслаждаются жизнью, пусть у них будет один ребенок и много любовниц, как это, ну, как считается, принято во Франции, вот такая легкая жизнь. Это очень интересный психологический вопрос, вопрос для психологов, и, может быть, политикам стоило бы изучить его на серьезном уровне. Я, конечно, не хочу сказать о том, что надо насильно, как-то предлагать напитки, там, может быть, даже бесплатно молодым людям, французам, и, соответственно, пресекать им эту дорогу, путь в ислам, а потому что, все-таки, я думаю, если человек занимался этими вещами, то его все равно потом тянет и покурить, и выпить, и так далее. Может быть, на этом тоже стоило бы поработать, какие-то фильмы соответствующие выпускать, я не знаю, потому что, ну, это везде так происходит, людей, в принципе, тянет, даже если они бросают, завязывают, что называется, там, со спиртным, тем не менее, их тянет постоянно, если они, конечно, изначально не родились в арабском мире. Да, Юрий Юрьевич, вопрос. Вот помните, после 11 сентября позвонил президент Путин, президенту Бушу, и пытался наладить такое сотрудничество антитеррористическое. А вот как, по-вашему, в каком состоянии сейчас находится сотрудничество между Москвой и Парижем в этом вопросе? Ну, в принципе, обмен информацией был налажен, и, в общем, никто на него, на его стоили отсутствие или, так сказать, недостаточный размах не жаловался, ни с той, ни с другой стороны. Последние события, вот, совсем недавние, они, конечно, бросили определенную тень. на российско-французские сотрудничества, я думаю, что после президентских и парламентских выборов можно надеяться, если в мире не будет каких-то особенно серьезных изменений негативных после выборов в Соединенных Штатах, трудно сказать. Вот, но это сотрудничество будет продолжаться в обе стороны в нем жизненно заинтересованной. Это факт. Это не просто какой-то жест, это реальная необходимость для тех и других. А что касается что ли, вот того, что было только что сказано, я просто напомню, что среди погибших во всех этих терактах, в том числе и даже январских прошлого года, но особенно в Ницце, да и в Париже 13 ноября, значительную часть составляли мусульмане. Вот это тоже нельзя забывать. И вот там он публиковал, так сказать, сейчас просто портреты, биографии, портрет, описание, так сказать, людей, которые погибли. Среди них масса мусульман. Вы понимаете, это нельзя забывать. И то, что я уже сказал, что главный объект, так сказать, что ли, террористической деятельности джихадистов, это свои собственные мусульмане. Вот их надо себе подчинить. И для того, чтобы их подчинить, нужно их перемазать кровью и сделать в глазах, так сказать, не мусульман опасностью. Вот это главная цель. Спасибо. Еще очень важный момент. Власть, французское руководство, как мне кажется, не ведет достаточной работы с диаспорами, национальными, этническими общинами. Но, по крайней мере, мы здесь можем сравнивать с той работой, которая в этих рамках проводится в Российской Федерации. Ведь две вот эти межнациональные системы в России и во Франции, они кардинально отличаются друг от друга. Если во Франции этнические группировки фактически, что называется, качают права власти, то есть они не занимаются фактически национальными танцами, песнями, орнаментами, может быть, они, конечно, развивают какую-то национальную культуру в каких-то кружках, я не знаю. тем не менее, в России все это выглядит несколько иначе. И российские общины, диаспоры, федеральная национальная культурная автономия, они, наоборот, помогают. В том числе и с религиозным конфессиональным оттенком, они, наоборот, помогают власти. Поэтому надо французскому руководству эту ситуацию рассмотреть в более пристальном режиме. самый главный вопрос, как мне кажется, я все-таки еще раз к нему вернусь, это сама французская власть, огромная нация, исторически вообще одна из ведущих французская нация. И тем не менее, почему-то вот за последние годы, особенно в рамках Евросоюза, французы не могут подобрать себе сильное, адекватное вот своей нации руководство. Сейчас много говорится о том, что может Саркази опять сменить Алланда и стать президентом Франции, но на Саркази тоже посмеялись в свое время, и не только французы. Все вокруг, глядя на Саркази, и именно поэтому он потерял власть, его авторитет прежде всего потерял, там срок у него закончился, импичемент ему не объявлял никто, но тем не менее, авторитет, вес чисто человеческий, он потерял во французском обществе, Аллант в общем-то еще хуже выглядит, так что его опять менять на Саркази, и я кстати не убежден в том, что если придет какой-то представитель правых радикалов, что он может выглядеть в глазах французов, и в смысле эффективности противодействия терактам и терроризму как-то по-другому. Представим, что пришел такой правый радикал, а теракты в адрес Франции усилились, и что тогда делать выписывать непонятно откуда, что делать Франции непосредственно. Это кстати проблема многих народов. Считается, что и Украина тоже такая огромная в общем-то страна, там практически 45 миллионов населения, но как-то тоже не может выделить из себя тех руководителей, которые бы соответствовали объему этой нации. Вот мне кажется в этом плане вот где-то родственность с Украиной у Франции наблюдается. Поэтому надо работать французам над тем, чтобы выдвигать из своей среды, из своего общества каких-то потенциальных руководителей. Да, я вот помню, что такой пример был, что щенка вроде подарила МВД России французам, там погиб у них пес служебный. Вот такой был символ. Напомните нам, Семен, помните эту историю? Я эту историю помню, но я хотел бы очень как бы по существу возразить Трофимчуку, если я верно понимаю его, так сказать, позицию, то проблема Франции, а заодно и всех других членов Евросоюза состоит в слабости политического руководства. А политическое руководство в демократической стране всегда по определению слабо по сравнению с тем, что мы имеем, например, в России, где парламент это, так сказать, как это называется, резиновый штемпель, который автоматически опробирует все решения хозяина, где суд по-прежнему, как в Советском Союзе, действует по принципу телефонного права, где нарушаются права человека и где демократические институты существуют только на бумаге. Во Франции, к счастью, это все совсем не так. И от президента, будь то Франсуа Олонг или Николаса Аркози, зависит хоть многое, но далеко не все и не самое важное. Здесь мне приходят на ум слова действительно великого государственного деятеля Шарла де Голля, который незадолго до ухода сказал пророческие слова. Человек, то есть лично стоящий у власти это ничего, главное или все это институты. И здесь мне кажется, что очень многие политические деятели и в том числе Владимир Путин очень сильно недооценивают запас прочности такой страны как Франция, которая шатается, которая полна всяких политических и социальных несуразностей, в которой очень многое происходит медленно и неправильно. И тем не менее на протяжении бесконечного числа лет этот Ванька Встанька всегда вставал на ноги и никогда не рушился. В отличие от тех, кто так сказать пели за упокой не только Франции, но и всему западному миру, считая, что если они такие сильные и с таким количеством дивизий, и с таким числом танков, самолетов и так далее, то им принадлежит будущее. Мы знаем, чем это кончилось для Советского Союза. Поэтому не надо так сильно педалировать, так сказать, указывая на те или иные имманентные слабости Франции и ее руководство. Я нисколько не идеализирую Франсуа Оландо и считаю, что было бы лучше, если бы он не выставлял свою кандидатуру на второй президентский срок. Но суть далеко не в этом. Я опять же возвращаюсь к тому, что сказал великий Шарль Деголь, и я думаю, что проблемы, о которых мы говорим, они будут решены. Они будут решены нескоро. Они будут решены ценой крови и страданий и мучений. Но, тем не менее, отпевать Францию, а заодно и другие страны Евросоюза, по-моему, весьма очень рано. Интересно, если бы взять, хотя это, конечно, невозможно в реальности, но вот взять Шарля Деголя и опустить его вместо Франсуа Оланда в сегодняшнюю ситуацию. Я думаю, что он бы в ней не сработал. Сам Шарль Деголь. Просто те великие французы, великие руководители Французской Республики, которых мы вспоминаем в качестве главного примера, они жили в свое время. И Шарль Деголь добивался какого-то успеха не сам по себе. За ним стояла историческая ситуация. По большому счету, за ним стояли союзники, которые победили во Второй мировой войне. Поэтому все-таки их нельзя как-то сравнивать. Я бы также не проводил, не адресовался в сторону России и не говорил о том, что вот посмотрите, здесь сильное руководство, а там слабое. Мы должны посмотреть прежде всего на саму Францию. исторически там были не просто сильные лидеры, там были личности, лидеры мирового масштаба, как тот же Наполеон, например. И поэтому, наверное, Франция теоретически может выделить, генерировать внутри себя какого-то руководителя, а если она этого сделать не может, то же самое, кстати, и в Германии было. Я не хочу Гитлера приводить в пример. Ну, достаточно сильный, тем не менее, был руководитель, как бы к нему не относились. Так вот, речь идет о том, что если такие великие нации, огромные просто по количеству населения, как Франция и Германия, не могут противостоять терактам, не могут выделить соответственно каких-то сильных лидеров, может быть это закат уже соответственно вот этих не просто стран, а государств и народов. И тогда то, о чем я говорил, какое-то новое великое переселение, перемещение народов, оно сможет состояться естественным путем. Тем более, что сами французы, извините за такой термин, размножаются плохо, ну как и любые цивилизованные народы, а в арабских семьях, ну как минимум там 5-10 детей. Поэтому все это замещение произойдет естественным путем. И еще раз хотел бы обратить внимание французов на то, что для того, чтобы решить все проблемы и такую узкую в общем-то проблему, как противодействие терактам, надо прежде всего поднимать, подробно рассматривать человеческий фактор. За счет руководителя, который может быть найден, может быть решено все. А мы знаем, что каков есть такая пословица, каков поп, таков и приход. Как только появляется нормальный лидер, он мгновенно подбирает себе людей, которые в чем-то похожи на него. И тогда ситуация может поменяться кардинально, причем в очень короткий срок. Спасибо. Вопрос Юрию Ильичу. Юрий Ильич, как по-вашему, сможет ли вообще вся ситуация в стране, во Франции, как-то прийти в соответствии с реалиями новыми и поставить заслон терроризма, чтобы это больше не повторилось? Я во Францию верю в нее, и я там достаточно долго прожил и работал не одно десятилетие для того, чтобы ее знать и, в общем, относиться к ней глубокой симпатии. Я верю в нее еще и потому, что она переживала в своей истории очень страшные такие черные периоды, она всегда поднималась снова, и когда ей было даже очень плохо, когда национальная катастрофа 40-го года все-таки она вышла из нее великой державой, одной из держав-победительниц. Ну вот, поэтому у меня нет какой-то паники или тревоги за будущее страны, а вот то, что сегодня надо решать, это, я уверен в этом, не надо так сказать, впадать в такой вождизм. Ну что, Эрдоган Турции, но действительно сейчас уже близок к авторитарной диктатуре единоличной. Если посмотреть вот то, что там происходило в последнее время, я имею ввиду попытка Пучча и его последствия, ангажированность Турции в массу конфликтов ближневосточных и теракты в самой Турции, если буквально в месяц происходит гораздо более кровавое, чем во Франции, так там есть уж кто-кто, а Эрдоган не слабый руководитель и уже очень жесткий, авторитарный и не церемонится, так сказать. А в то же время Турции положение в этом, в отношении безопасности далеко не такое, как во Франции, я думаю, к худшему. Вот так. Да, Григорий Павлович, давайте теперь подытожим, как по-вашему этот год прошел и готовы ли человечество к угрозе вот такого нового издания терроризма. Этот год прошел неспокойно, теракты продолжаются, причем продолжаются не просто по всему миру, а в ключевых точках, вот на этом нашем евразийском стыке. Здесь не зря вспомнили наши собеседники Турцию, действительно, возникают вопросы и по Турции, и по безопасности целого ряда других стран. Принимаются, какие-то меры противодействия вот этим негативным процессам, тем не менее, в целом, если мы берем вот эту ретроспективу в новейшей истории, буквально за последние годы, 2016, 2015, 2014 год, 2013, мы видим, что ситуация постепенно накаляется, нагревается. Я не хочу сказать о том, сейчас вот широко тиражируется такое словосочетание, как третья мировая война, на мой взгляд, третьей мировой войны не будет. Реально... Радиоактивный пепел еще. Да, может быть война за передел постсоветского пространства. Вот это может произойти. И мы уже видим, что происходит по периметру, а где-то даже внутри этого пространства. Поэтому, если мы не найдем рецепты, а мы сегодня дали много достаточно, причем практических рекомендаций, не каких-то научных, теоретических, а то, что можно сделать буквально сегодня. Если хотя бы часть из этих рекомендаций будет реализована, тогда мы, ну если не предотвратим, ну по крайней мере отодвинем в исторической перспективе то, что нам всем вместе угрожает. И хотел бы также напомнить, что Франция именно из-за своей слабости подверглась нападению Гитлера. Если бы там были сильные лидеры, этого бы не произошло. Да, и надеюсь, что Россия найдет мудрость в себе быть союзницей Франции в этой борьбе. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурзо-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева. Редактор субтитров А.Семкин